Здравствуйте, меня зовут Эра Ливанчук и я живу в деревне. Вот какая у нас красота. Ребятишки гуляют. Так, я сегодня, вчера поленилась сварить кашу для собаки, поэтому сегодня она будет есть вот такой. Но она ест его хорошо. Так, Маргусенька, дай-ка я тебе как-нибудь его положу. Подожди-ка, вот так, сейчас не уронить бы. Подожди, моя хорошая, подожди. Сейчас моя золотая, сейчас моя крошка. Как всегда, поздно я начала снимать видео. Вот смотрите, у нас все крыши сделаны из поликарбоната. Навесы имеются в виду. И вот даже синик тоже из поликарбоната. И меня спрашивают все время, ну как же у вас не проламывается? Ну не проламывается. Вот даже такие вот, и бруски такие не очень. Вот смотрите, здесь вообще штакитины. Вот это штакитины обычно, два с половиной. Но они на ребро, конечно, поставлены. И между ними так, сантиметров шестьдесят. И вот такой вот. Сейчас я угол, видите, уронила. Туда уронила и сюда. Угол был полностью снегом, наверное, сантиметров восемьдесят. Вот такая глыба. И она такая плотная. Сейчас, видите, ковыряла, ковыряла, не наковыряла. Потому что уже тут, конечно, опасность. Опасность может уже проломиться. Но я хотя бы уголочек сниму. Водим выходные завтра. И он хорошо все счистит. Это вот надуло за неделю. Хорошо сегодня тепло. Видите, не ломается. Вон такой, ну как тепло, минус три, наверное. Примерно так. Все равно, видите, какой эластичный. Вон где-то, не знаю, мы смогли шестерку купить или нет. Наверное, может, четверка. Ну, может, конечно, и шестерка. Не знаю даже. Ну вот, не буду больше делать. Я, конечно, переживаю насчет бани. В бане там очень маленький скос. Здесь еще скос приличный. Такой, ну как приличный. Какой-то Вадим вот маленький скос и делает. Красиво, конечно, уютно. Но так не надо. Оставлю здесь лопату. Пусть он завтра здесь чистит, все сбросит. Вот, один тюк почти ушел. Василиса съела один тюк почти. Там с козлом они еще ели. В общем, у нас осталось больше половины сена. Один нетронутый. Ну и так вместе еще один. Да, два тюка еще осталось. Хватит. Сена нам хватит. Здесь я тоже посбрасывала. Вот здесь декурятник. Видите, сколько накидала снега. Оттуда как могла подлезла и накидала. Вот. Куры сегодня гуляли. Все. Причем по очереди. Ну, кучинки подольше. А эти вот по очереди гуляли. Так что, здесь у них тут сено. Видите, так, чтобы погулять им получилось. Даже порылись что-то тут они. И яйца нанесли даже сегодня. Сегодня выходной. Вадима задание почистить снег с крыши. Культурный выход в ресторанчик. Или кафе. Это называется Густо Пряно. Вот. Мы сейчас продали инкубационное яйцо на 2000 рублей. И мы пришли их проедать. Хватит нам 2000? В общем, я хотела дорадо, но подумали, что мы купим в магазине. Так. Финкали здесь есть. Вот я карбонару сказала. Хачапури. Ну, конечно, цены. Вот так. По салатику. Ну, я думаю, что хватит нам 2000 проесть. Ну, и чай. Здесь такая новогодняя установка. Да. Где тут елки? А вот эти? Эти какие-то дубы. Горноугольцы. Ну, что? Это ташкентский салат. Там какой-то тоже салат. Это солянка? Это карбонара. Куда бы хачапури не принесли. И все, и чай не принесли еще. Кстати, бесподобный чай. Сейчас я поизучаю состав. Какой там. Вот смотрите. Имбирь, облепиха. Пакетик крокодей. Брусника. Может быть, лимон. Но очень вкусный. Такой сладенький, насыщенный, хороший чай. Вот такой был чай. Сироп гренадин написано. Клюква. Я думала, брусника. Имбирь, облепиха. Но не написано, что крокодей. А там крокодей на самом деле. Пакетик. Такую кружечку принесли для чаевых, смотрите. Ну, мы положили. Сделала творожок. Купила на Озон вот такую форму для глазированных сырков. Она, по-моему, большевата, но в принципе хорошо. А то мы привыкли в магазине, нам продают вообще на два укуса. Поэтому попробую сделать. Глазированная шоколадка есть. Растоплю. Как-нибудь или помажу, или не знаю что. В общем, если получится, покажу. Не получится, не покажу. Вот у меня сколько осталось творожка. Я сделала ватрушки с творогом. И вот осталось грамм 700, наверное, у меня творога. Вот это вот шоколад. Вот такой взяла. Две плитки. Но, наверное, мне кажется, что не хватит. Вообще, сюда еще масло надо подливать растительное. Это я блендером сейчас забью. Это расплавлю. И буду окунать. Заморожу. И буду окунать в шоколад. Но хочу еще прослойку сделать. Не знаю, получится ли нет из варенья. Рецепты сюда нужно... Это я уже измельчила. Но мне кажется, сахара маловато. Я все время боюсь переборщить сахар, чтобы слишком сладкие они не были. По рецепту сюда нужно сливочное масло добавлять. Но не добавляю, потому что у меня очень жирный творог. Сейчас молоко идет очень жирное. И это из цельного молока. Он кое-как еще творожок-то делается. Господи. Говорят, что из жирного молока творог не делается. Как-то я еще умудряюсь его делать. Ну, в общем, чуть-чуть подсыплю сахарной пудрой еще и буду фасовать. Наверное, можно было без мешка. Ну, я потом подровняю ложкой. Там видно, что я делаю-то? Ну, вон. Резкость падает. Получилось. Все вошло. Ну, я сейчас еще разровняю ложечкой. Попробую как-нибудь разровнять. Или ножичком. Не знаю, посмотрю. Ну, и без вас тоже. Вот так получилось у меня. Немножко. Неполные. Ну, что. Так, все. Пошла замораживать. Ну, все. Показываю, как я делаю сырки. Вот два штучки сделала. Ну, как немножко комом. Первый блин, да? Ну, ничего. Смотрите. У меня шоколада не хватит. Было всего две шоколадки. Вот так я научилась в интернете делать. Вот так накалываю на нож. Сначала опускаю в варенье. Вот. Можно... А, вам не видно. Вот. Можно без варенья. Потом в шоколад. Ой, надо было шоколад погорячее сделать. Ух ты. Ну, так. Ой-ой-ой, сейчас падет. Видите, какой получился. Там вот этот вот. Вот эти, которые я положила. Первый с вареньем. Второй просто с шоколадом. Ну, ничего. Для нас пойдет. Ай. Вкусненько будет. Вот увидите. Так, еще сейчас попробую. Сам творожок очень вкусный получился. Дело в том, что... Вот. Давайте просто в шоколад пустим. Вот. Уже не хватает. Долго держать не надо, потому что слишком много тогда шоколада уйдет. Видите, как. Ой. Тут все надо быстро. Чуть-чуть. Вот, видите, как. Ой, я представляю, как это вкусно. А-а-а-а, я тебе могу. Разогрею еще немножко. Много прям получилось шоколада. Так, рис, рис. Вот, положили. Пока шоколад греется еще немножко, я все-таки хочу в варенье. Вот. Плохо, наверное, я наткнула. Так. Можно сделать без шоколада. Вот как еще. Можно сделать. Сейчас их подвину немножко. Вот. 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 Какие смешные. Такие кривые. Ну, я представляю, какие они вкусные, да? Ну, вы тоже, наверное. Вот, видите, этот посимпатичнее получился. Видите, какой. Ммм. Все, надо держать, пока не застынет. Вот какой получился разноцветный. Может, без варенья, конечно, делать. Но я так хочу, чтобы там была какая-то не просто сладость, а была какая-то этой жимолости. Чтобы кислиночка какая-то была или что. Прям хочется мне, чтобы повкуснее было какой-то вкус. Так. Вот снялось. Ну, вот такие получились у меня сырки. Здесь я просто налила сверху. Видите? Остатки налила, чтобы покрылось все. Но сейчас я их положу еще в холодильник. Они там растают, потому что они замороженные. Они должны растаять и остаться в такой же форме. Потому что они уже сами форму приняли, во-первых. Во-вторых, шоколад их будет держать, я надеюсь. Ну, они будут, конечно, мягенькие. Я надеюсь, они... Ну, что надеюсь, я уже так попробовала. Там открошилась, маленечко съела. Там восхитительный такой вкус. Обалдеть. Еще вот эти вот, которые пополам... Варенье пополам шоколадом. Я уже в конце прям размешала. Шоколад в варенье. Варенье шоколад вылила, чтобы побольше было. И у нее такие вкусные. Такой шоколад получился. Чуть-чуть горечи, чуть-чуть кислиночки, чуть-чуть сладиночки. Чуть-чуть шоколада. В общем, офигенный вкус. Просто я прям довольна. Ну, поаккуратнее. На следующий раз получится поаккуратнее, наверное. Потому что на первый раз. И шоколад надо другой. Шоколад какой-то такой более укрывистый. Потому что это просто шоколадка обычная. Растаяла и все. Вот так вот. Приятного аппетита! Так. Василиса орет. Что, жалуешься? Маргошке жалуешься на жизнь? Или что делаешь? Хочешь в будку к ней? Ну, пойдем, тебя заведу, что ли. Смотрит на меня. Маргоша. Поговори с подружкой. Не хочет с ней общаться. Что-то загудела опять. Пойду заведу ее в сарай. Смотрит на меня. Видите как? У нас вчера в 6 часов вечера вырубила свет. А белье я вешала уже позже. До этого были у меня шторы висели. И они все обледенели. Прям вот, знаете, я вот так вот брала колом. Все. Все во льду было. Это была очень высоковлажность. Из-за этого, скорее всего, порвался там какой-то кабель. И делали очень долго. С 6 вечера делали до 2 часов ночи. Из-за этого, ну, вот такая история. Потом расскажу. Ну, что потом расскажу сейчас. Я же заложила инкубатор. Заложила этих, амиру кошек сюда. И что вы думаете? Выключили свет, а мы... Я не могла найти в темноте шнур, который подсоединяет аккумулятор. Представляете? И все. Я укрыла одеялом, конечно. Но ничего не получилось, что очень долго и очень быстро дом остужался. Мы топили камин, но он там в зале. В ванную он никак не проникает, этот теплый воздух. И поэтому здесь было холодно. И, в общем, я думаю, что капец. Хотя я заложила, получается, сегодня 25-е, 24-е. 23-е я заложила, 24-го вот это случилось. А 25-го, может, то, что маленький срок еще был. Поэтому ничего нормальный простоит. Ну, не знаю. Заложила немножко, там всего 10 яиц. Отойдите, дайте покажу вам. Покажу. Вот эти две поместные. Снесли вот такие два яичка. Мне сегодня не несутся почему-то они. Знаешь, сейчас я положу туда сено. Все. Поняли, куда надо нестись? Вон туда надо нестись. Куда попало? Фу, кричат. Так. Эти еще очень редко. Один раз в неделю одна морана несет. Маленькая яичка. И все. Эти несется сейчас каждый день у нас. Поэтому я и заложила. Красавица. Был петух, поэтому все там хорошо. Так. Эти несутся редко. Ничего нету. Ничего нету. Ничего нету. Спрашивали, как часто мы чистим курятник. Курятник мы чистим основательно. Один раз осенью. Ну, потом, естественно, весной все вычищаем. И потом только досыпаем в течение зимы. Здесь удобно и неудобно. Ну, вот тяпкой. Туда тяпкой, подальше, подальше. Потом опилки сыпем, она их скидывает. Здесь обычно мало кто живет, поэтому не сильно засоряется. А там... Там тоже чистим тоже. Ну, редко, но... Что сказать. Здесь почему-то вот я им кладу сюда вот сено. Гнездо. Они это сено все время растаскивают тоже по всей клетке. Поэтому здесь холодновато, потому что ночью не было печки. Сейчас вот включила. Будет у нас тепло и светло. И таймер сдвинулся. Было темно. Пришла, было вообще темно. Я включила его. Так, ну все, буду кормить. В этом году снега намного меньше. Потому что к новому году мы делали горку. Намного. Раза в три меньше. Делали горку. А в этом году мы горку не сможем сделать. Снега не хватает. Нам теперь снега не хватает. Очень высокая влажность была. Мы ездили как раз в город. Вадим перевернул бочку, чтобы на нее лазить. Счищать снег. Вот он мне счистил все. Красивые. Ой, он зачем-то елочку почистил. Ну ладно, не сломаются. Зато ветки. Так красиво на елочке лежал снег. Красиво, как картина была. Он счистил. Лёлик прекрасно устроился. Через стекло рычит на Маргошу. Маргош. Ну, давай. Попугай Лёлика. Где Лёлик? Вот он, Лёлик у нас. Вот он, Лёлик. Она дышала. Ой, ну что? Сюда, иди. Вот Лёлик у нас. Лёлик где? Где Лёлик? Маргош. Вот люди ходят, всё хорошо. Видите, Маргошка не лает. Всё. Нормально. Ну, красота какова. Что делается? Домой охота тебе. Напугаешь, Лёлик. Там не холодно. Минус восемь, наверное, примерно. Ого. Шипит. Ты чё? Она же через стекло. Лёлик. Драться кинулся. Маргоша, беги. Гуляй. Гулять. Ну, ты пойдёшь на улицу? Не пойдёшь ведь. Кому алое? Ну, что мы за лётинка, Лёлик? Ну, что такое? Ну, кто ты? Сделал никого, не трогал. Ой, я налюбоваться не могу. Какая красота. Вот. Ну,anın. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, какая красота... Как все красиво... Ну а вы не забудьте подписаться на мой канал... Поставить лайк, там только есть пальчик... Люблю вас!